Девушки отдыхают Девушки отдыхают Спасибо, капитан Собирай отряд Мы уходим Каранлык у тебя Как прикажете, командир Капитан Огузы, уходим Девушки отдыхают Отряд Отдать Часть На флаг Этот малыш Каран Интересно, знал ли он, почему он умер? Я не знаю Но кое-что он очень хорошо знал Флаг должен быть на самой высоте Так высоко, как только возможно В небе На самой высоте Потому что флаг Это твоя Свобода Твоя человечность Это ты сам Это значит не быть рабом Не преследовать Ни перед кем Ни склонять Дорогой Толкар Мой маленький Друг Вот это он очень хорошо знал Он говорит, что выйдет капитан Что вы, пусть не беспокоится Я просто поцеловал бы рукой и ушел Это так Но мы не можем перечить ему Помоги мне Ваша миссия окончена, капитан На данный момент Пусть глаза всегда сияют И ваши И наши А теперь куда? Теперь в штаб В Анкару Анкара Анкара Ты знаешь, капитан Что говорил мне мой покойный отец Он говорил Бокши Твоя пуповина Была перерезана недалеко А танкары Когда стреляли из пушек Великое наступление Да, да Да Так вам сто лет О, боже Бокши одной ногой в могиле Бокши скоро Испарится Сравняется с землей А из земли А из земли появится росток И пустит корни Пустит корни И станет деревом Бокши Покинет этот мир Но, сынок, капитан Звук разрыва снаряда Перед Анкарой Никогда не смолкнет Продолжай, сынок, капитан Когда прибудешь туда Передай наше приветствие Благословенной Анкаре И храброму турку Захороненному в этой Благословенной земле Передай ему Что столетний Немощный Бокши Целует руки Разорвавшие оковы плена Обязательно Прощай, сынок, капитан Дай Бог вам сил Пусть Вам сопутствуют Все святые Да будет проклят Тот, кто обнажит Меч против вас Прощай, сынок, капитан Прощай Субтитры добавил DimaTorzok Спасибо тебе, Боже. Что показал мне этот день, утром бесконечной ночи, показал мне, как турок протягивает руку помощи другому турку. Спасибо тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Отдать честь! Вольно! Молодцы, солдаты! Слава тебе, Господи. Мы успешно завершили нашу первую миссию, капитан. Мы сделали это, лейтенант. Завершили. Было непросто, но мы справились. Почему он такой тихий? Что с ним? Мы предприняли некоторые меры, чтобы он не балабурил с педагогом. Баран. Достаточно и этого. Иначе мы бы его не вынесли. Команда! Первая операция завершена. Спасибо вам всем. Есть! Это вам спасибо, капитан. Почему, Ирджан? Если мне скажут старший сержант Ирджан, теперь ты будешь служить тому племени, я с радостью сюда перееду. Ни медленни минуты. Это же наш дом. Разве может человек не любить собственный дом? Это родина наших предков. Когда я приезжаю из своей деревни на праздники, меня кусают клопы, радиаторов. Нет. Извините, задница у меня нерзла. И все-таки дом в деревне особенный. Верно? Посадили катка соловья в золотую клетку. Он все рыдал и приговаривал, лучше нет родного края. Он сейчас пристает. Нас помолчат. Есть у нас один родственник в Германии. По выходным выходит. Дай бинокль! Быстро! Что такое? Проклятие. Кто это, капитан? Она. Так, девушка. Девушка? Акан? Он сказал девушка? Интересно, чего ты добиваешься? Что же тебе нужно? Акан. Держу пари, она охотится за нашим командиром. Че, ради бога. Че. Жалко девушку. Она бродит по горам из-за любви к капитану. Что там происходит? Ничего. Возьми. Чтоromа. Больiya. Что? 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 Что так? Сейчас мы возьми. Что? Что? Сова? Кто? Что? Ты? Что, почему о том? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не проговорись перед капитаном Коранлыком, ладно? Ты не в курсе, если что... Как прикажете, командир? Есть новости о том парне? Как известно, террористы боятся смерти. Наш врач лечит его. Уверена, он скоро двинется дальше. Сволочь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отряд Агузов вернулся с операцией невредимым. Два офицера, четыре унтер-офицера и двое рядовых готовы к вашим приказам, командир. Спасибо. Спасибо. Отряд Агузов, добро пожаловать домой. Спасибо. Вольно. Вы успешно выполнили очень сложную операцию. Эта операция была очень важным этапом для организации турецкого мира. И этот великий шаг был сделан благодаря вашему упорному труду и мужеству. Я всех вас поздравляю. Я горжусь вами. И еще раз добро пожаловать. Спасибо. Что ж, мы оставили чай на плите на кухне, Яшар. Думаю, ты рад. Я люблю чай, капитан. Спасибо, капитан. Идем. Что, черт возьми, ты делаешь? Командир, если вы не заняты... ...просить о дедушке, не волнуйся, он в порядке, беспокоиться не о чем. Как это произошло? Террорист по имени Нико несколько дней следил за ним. Затем представился офицером и вошел в дом. Угрожал ему пистолетом, но не навредил. Мы были на готове. Нико? Да. Понял. И что за организация? Коранлык. У нас очень много врагов. Он приведет нас туда, откуда пришел. Не волнуйся. Командир. О допросе Ли? Нет. Ты отдыхай, я сама проведу допрос утром. Слышал, как полковник Тамрис назвала меня по имени Акан? Слышал, пойдем. Хорошо. Это хорошо. Как называют того, кто выше офицера по званию? Штабной офицер. Да. Штабной офицер. Верно. Смотри, Акан, смотри. Хороший штабной офицер узнает солдата по взгляду. Именно благодаря этому качеству штабной офицер является таковым, какой он есть. Капитан. Да. Я очень устал и хочу попить чаю. Пойдем? Пойдем. Что сказала полковник Тамрис? Думаю, ты рад, Ешар. Да, и? То есть, ты мой герой и самый надежный человек. Если тебе что-нибудь понадобится, просто скажи мне. Твой чай готов, Ешар. Так сказала? Да, так и сказала. Послушай. Помнишь, когда в старых стиральных машинах стирали вещи в жесткой известковой воде с порошком, и вещи превращались будто в камень? Да. Помнишь полотенце, которое царапает лицо? Помню. Носки не можешь надеть. Что ты будешь делать? Что? Купишь кондиционер. Кондиционер? Слушай, вот наш отряд как камень. Камень? Тимур, Егид, кто смягчит эту команду? Ты. Кондиционер этой команды. Ты. Полковник это знает. Она умная. Поэтому она обращалась к тебе. Кондиционер? Да. Да ну тебя. Бесчувственный идиот. Придурок. Дурак. Потише. Это не твоя вина. Я виноват, потому что раскрыл сердце такому идиоту, как ты. Виноват, потому что обсуждаю такие возвышенные темы с таким неучем, как ты. Уйди с глаз моих. Одна чашка Яшана смягчит каждую ткань, сделает их пушистыми. Господа и дамы, командир завтра сообщит нам важную информацию. Пусть все будут завтра в указанное время. В назначенном месте. Ну вот. Завтра мы тоже здесь, капитан? Постой, не торопись, подожди. Капитан, мы правда завтра утром должны быть здесь? Сержант, завтра, но в обед. Ну хорошо. Мне и утром подходит. Не проблема. Эй, симпатяга, посмотри на меня, ты ночью сильно не веселись, чтобы утром не опоздать. Мы не хотим из-за тебя получить по макушке. Почему я, капитан? Все знают, какой я пунктуальный и ответственный. Ну да, у него даже ежедневник. Что есть? Ежедневник? Буран, это ежедневник, о котором мы подумали? Нет, капитан. Ну что вы. Они сказали про ежедневник. Значит, девчонок он записывает в ежедневник. Ну и ну. Капитан, а ты чего стесняешься? Ведь, извините за выражение, у всех нас бывали любовные романы. Что говорили наши предки? А? Что они говорили, Ишар? Алые сердца пылают от любви, а дороги ведут в горы. Кем бы ни был мужчина, даже если он король, он все равно будет рабом девушки. То есть, как говорят, мужчина, кем бы он ни был, пусть даже королем, он все равно может, ну, быть рабом девушки. Хорошо. Мне этого достаточно. Желаю вам удачи, друзья. Доброй ночи. Да, с меня хватит тоже. Так что всем хорошо отдохнуть, ребята. Хорошего всем вечера. Доброй ночи. Доброй ночи. Они не поняли мою мысль. Ты прав, они не поняли тебя. Тебя никто не понимает. Я так уснул, пойду спать. Акан. Акан. Ну-onden вы спать. Приятного аппетита. Субтитры создавал DimaTorzok